Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, в одно и то же время мы встречаемся с вами в нашем арт-клубе. Моими заведущими на сегодня будут Артём и София. Привет! Сегодня мы будем рисовать, я бы сказала, что это аквариум, но, возможно, это даже какой-то водоём, кусочек водоёма. А вы мне скажите, кто проживает в водоёмах? Рыбки. Я там черепашки, если чистую. Ну, сегодня мы будем рисовать рыб. Итак, что нам понадобится? Рассказывайте, нам понадобится лист бумаги. Располагаем сразу его вот так, вертикально. Карандаш. Карандаш, ещё. Кисточки карандаш. Угу. Светлана. Угу. И акварельные краски. Всё, София. А я? Артём. Итак, давайте приступим. А ты мне расскажи, ты на рыбалку ходил? Я люблю. Любишь рыбалку? А что делать на рыбалке, расскажи? Может, ты можешь? Ловит рыбу. Чем? Удочкой. Удочкой. А под камнилой чем? Рыбалку. Рыбалку. На червяков плавит, да? Ну, ещё кукурузу, насколько я знаю, ещё там можно съедать. Под камнилой ещё можно, да? А ещё чем ловят? Сеткой же тоже ловят. Да? А ты ловил чем? Удочкой и сеткой? Да, я и удочкой. И удочкой, и сеткой? Ясно. Итак, давайте приступим. Что мы делаем? Мы будем рисовать сейчас не целых рыб, а как будто они у нас выглядят. Первое. Вот так. Полукруг. Вот здесь. И глаз. Первый пошёл. Молодец. Правильно. Ещё длиннее. Класс. Хорошо, дальше. Теперь вот здесь у нас будет торчать хвост. Пусть он будет вот так. Так. И что ещё? Вот. Это у нас будет как будто половина её, да? Либо здесь, а хвост тут. Ну, она у нас уплывает. Здесь она уже уплыла с поля зрения, а здесь она вплывает. Мы только кусочек водаёмную. Понятно? Поехали. Теперь мы делаем с вами целую рыбу. Практически целую. Длинную вот здесь. Вот так. И глаз. И сейчас будем нарисовать плавники. Сегодня основная работа у нас будет маркером. Слегка добавим цвета акварели. Так. Молодец. Отлично. Давай, давай. А я думала, что эта рыба, она плывёт, а только она уплывает. Ну, так и есть. Это только плывёт сюда, в наш поле зрения нашего здесь. Плывает. Это уже практически уплывает. А это где-то между. И давайте мы нарисуем вот здесь маленькую такую рыбку наверху. Она плывёт вообще в другом направлении. Всё. Теперь приступаем к маркеру. Я сейчас только на своём примере покажу одну рыбку. И дальше вы уже будете сами. Карандаши нам не понадобятся. Приступаем к работе. Мы должны просто обвести. Вот так. У рыбки сделать глаз. Сделать ещё. Давайте вот здесь мы делаем вот такую. И следом что мы делаем? Мы делаем чешую. Вот. Чешую. И вот так у каждой рыбы, кроме самой нижней. Понятно? Почему? У нижней будет немножечко другой рисунок. Мы должны обвести полностью всех рыб. Самое лёгкое, по-моему, это рисовать солнышко и рыб. Так же? А кушать рыбу любите? Я, 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 она так не вкусно выглядит, но я её люблю. Невкусно выглядит? Да. Она на дремлении не вкусно выглядит, а такая вкусная. Хотя у меня не вкусно. Потому что не очень аппетитно выглядит, да? Да. А как же ты тогда её пробуешь? Ну, я составляю. Тебя составляют? Да. И тогда ты понимаешь, что ты делал ошибку, да? Зря ты отказывался. Да? Да. Давай, с ней обводи. Хорошо. Теперь давай следующую вот эту рыбу. Она очень маленькая. Угу. Я чувствую, что у меня есть рыбу. Ну, тогда как вот эту вот рыбу? Ах, с хвостиком мы поступаем точно так же. Нижнюю рыбку вот эту мы тоже обводим. Просто там другая чешуя будет. Чешуя? Обводи, пожалуйста. Я сейчас расскажу. Обводи. Ждём. Рисовали когда-нибудь вот именно в таком формате рыбок? Угу. Ты рисовала? Угу. Ну, вот так, чтобы была половинка рыбки, которая поведена. Я рисовала. Да? Рисовала. Ну, кажется. А так я не знала. Мне кажется, я рисовала, кажется, нет. Давай тогда обводи. Я не знаю. А ты была на рыбалке, София? Угу. А тебе оба-то была на рыбалке. Нет? А я была, когда я была маленькая, обо мне понадобилось. Ну, у нас как-то. Взять у нас, как рассказать. Берём только мальчиков. Да? Ну, наверное, мне понадобилось, хорошо, что сама, поэтому они меня взяли. Вот мне только чешуя здесь. Нет, ты просто обводишь. Просто обводить теперь. Так, её тоже обводи. Угу. И вот хвостик тоже? Да. Угу. Отлично. Так. И это тоже обводи. Я ей дальше сейчас расскажу, что мы будем делать. Обводи. А глаз? А чем я говорю? Не нравится? Не нравится? Хорошо. После того, как мы обведём вот этот хвост, мы должны именно хвост такой сделать, вот такой вот полосатенький. Вот, полосочку. И добавляем у нас вот здесь у этой рыбки плавничок, он тоже будет полосатый. У этой рыбки добавим вот такой полосатый. Он тоже у нас будет полосатый. И вот здесь тоже вот так. Раз, плавничок, два, плавничок. А у неё будет чуть-чуть другая. Приступаем. Делаем полосатый хвост. Угу. Так, я постучу что-то быстрее. И не забываем про плавник. Хвост у нас должен быть полосатый. Не забываем, что мы должны всех рыб обвести. Добавляем ещё у нас здесь плавники. И вот здесь тоже? А, здесь, ну. Плавничок. И полоски не забываем. Хорошо. Так. Молодец. Всё, ты закончил. Молодец. После того, как мы с вами сделаем плавники и хвостик, у нас одна только рыбка осталась, а не, две рыбки остались у нас без чешуи. Берём у этой рыбы, которая, хвостик только видим, делаем точно такую же чешую. А уже у нижней рыбки мы должны разделить пополам. В нижней части рыбы мы делаем вот такое красивое рисунок, как будто змейка. Желательно, чтобы он был толстенький. А верхняя часть точно такая же. То есть мы делаем чешую. Можно сделать такую, как у меня, полнистую. Держи. Вот. Делаем сначала чешую у этой рыбы. Я предлагаю даже немножко её украсить. Можно сделать несколько точек в каждой чешуйке. Или же по одной точке через несколько чешуйек. Так, хорошо. Теперь мы должны с вами добавить зелень. Добавляем вот здесь внизу. Вот такой длинный, как будто шнурок. Правда же? Да? На этом шнурке мы делаем сначала вот так, листочки. Сейчас я несколько видов сделаю. Да, это водоросли. У этого тоже сейчас мы добавим, чтобы он был такой у нас не голенький, а уже с листочками. И после мы должны с вами добавить такие длинные листочки. Вот так. То есть мы сейчас заполняем пространство, да, где наши рыбы. А зачем? Ну, для того, чтобы, как же, они же в водоёме живут. Да, во-первых, мы заполняем чисто по композиции, да, композиционно. Мы заполняем пространство. А во-вторых, у рыбы же всё-таки должен быть кислород. Так же. А что, это водоросли? Это водоросли, это же зелень, это, как и нам, тоже деревья дают кислород. То же самое. Ну и помимо этого, конечно, у них же там ещё и кислород от другого. Вот, держи. Поехали. Вот, мы заполнили пространство. У нас даже больше похоже на что? На раскраску. Так же? Угу. Теперь как? Теперь листочки делаем у них. Это как веточка. Вы вообще смотрите передачи с собой? Нет. Да? Две штуки. Две штуки посмотрю? Ну, какие вы сделали, третью и первую. Угу. Ты все, которые посмотрел, да? Все, которых ты снимался, ты посмотрел? Нет, я только две. Ага. Первую. Первую и третью. Угу. Как ты смотрел? Тебе было интересно? На себя посмотреть со стороны? Ты посчитал, что ты очень хорошо справился, да? Угу. Да, София. А ты смотрел самую передачу? Да? И как тебе? Угу. Тебе нравится, что ты больше в жизни или в передаче? В передаче. В передаче? Время. А я нравлюсь. И он получил. Да. Еще водороски. Больше водоросков. О, это пассивный. Больше. А, так вот, уже втал. Здесь самая основная работа, это вот так маркером рисовать. А потом немножечко, совсем чуть-чуть добавляем цвет. Ну, там буквально несколько штрихов. И все. И оставляем вот такой вот, казалось бы, как будто незаконченной работой. Солнышко, мы здесь все и будем. А мы солнышко не будем рисовать, а даже под водой. А под водой? А краски здесь чем? А краски нам нужны будут только добавить цвет нашим рыбам. Ты закончил? Давай мы тебе добавим еще кое-что. Здесь напоминает лягушку. Какая? Вот эта. Потому что к ней вот так ведет, как будто... Ярки. Ну, чего себе? Мне уже не понравилось. Вот эта рыба напоминает лягушку. А почему? Она не похожа. Эх, это не похожа. Как будто так сидит. А это тогда рыба кого напоминает? Это мне немножко напоминает ящик. Ящик. Кстати, мне тоже напоминает ящик. А еще мне напоминает торпеду, которая даже подводная какая-то торпеда. Какая летальца. Да. Если вот это все бы сделали такими-то... Это вообще была бы смеяна какая-то. Тоже? Да. А у тебя напоминает угря. Мне тоже. Вот этот. Правда же? Да. У него маленький еще угря. И он такой вот... А мне вот этот напоминает, знаешь, кого? Щуку. Щуку? Да. С открытым ртом, да? Вечно голодная. А это вообще как будто медуза у тебя. Нет. А мне, знаешь, кто это? Мне кажется... Что это? Вот это вот наполовину, ну, корова, наполовину корова лягушки. Потом еще наполовину... Щупается медуза. Ну, да. Да. Медуза считает наполовину лягетовой половины. Щупается медуза. Ну, больше на медузу похожи, причем как будто циклоп. Одноглазая медуза. Да. Все. Приступаем дальше к работе. Смотрите, что мы делаем теперь. Мы должны с вами взять желтый цвет у одной рыбы. Закрашиваем часть чешуи желтым цветом. У другой рыбы часть чешуи закрашиваем оранжевым цветом. То есть верхние две рыбки у нас будут такие. После чего мы берем зеленый цвет. После чего мы берем зеленый цвет. Зеленым цветом буквально несколько, несколько вот таких вот пятнышек зеленых добавляем на наших водорослях. Но не везде. Просто, чтобы обозначить, что это действительно водоросляные червяки. Вот. И финальный штришок. Мы добавляем голубые кружочки. Вот так. Как будто пузырьки. Это и есть пузырьки. Одни кружки у нас будут просто по контуру такие голубые, а другие закрашенные. Сейчас я покажу, а вы будете повторять за мной. Договорились? Я уже посмотрела. Молодец. А он не может. Он не может. Я у него забрала кисточку. Держи. Я покажу, что вот это должно получиться. Поехали. Вот это, да? Да. Ну, разницы нет. Можно закрасить вот эту желтую и эту оранжевую. Можно взять и красный цвет. Но мы решили, что вот у нас будет такая. Молодец. Молодец. Да, мне тоже нравится. Интересно получается. Правда же? А если бы мы, например, не обвели с вами маркером, а просто было бы ковнишем, и мы бы раскрасили, было бы совсем не так. А даже было бы не видно. Не видно было бы, да. И даже если бы мы добавили цвет, все равно не была такая яркая работа, и акцент не был у нас на наших руках. Ну что ж, раз, два, три. Опоздал. Вот такие вот красивые рыбы в водоеме или в аквариуме получились у наших ребят. А какие же рыбки получились у вас, нам бы тоже хотелось увидеть. Присылайте свои работы на наш аккаунт в Инстаграм, который вы видите сейчас на своих экранах. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошей рыбалки, да? Говорим что? Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова